Сегодня исполняется 85 лет со дня рождения Лучано Поворотти. Знаменитый итальянский тенор совершил революцию. Он перенес оперу из театров на стадионы. Артист попал в книгу рекордов Гиннесса. За одно выступление он 165 раз выходил на поклоны публике. О великом теноре расскажет Екатерина Макарова. Арии вместо футбола. Юный Лучано Поворотти мечтал стать вратарем, но родители настояли «Будешь учителем». Его хватило на пару лет. В 26 Поворотти победил на международном конкурсе вокалистов в городе Реджи Эмилия и уже вскоре оказался на сцене Ласкала. Ковендгарден, Метрополитен, опера. Перед Лучано были открыты двери лучших театров мира. Он исполнял сложнейшие партии. Эльвина в Сомнамбуле, Альфреда в Травиате и герцога в Регалетто. Оказаться на одной сцене с Поворотти было честью. Тоска, Аида, Балмаскарад. Мария Гулегина пела Случано больше 15 лет. Это, конечно, была и есть легенда. У него вот энергетика бешеная просто. Когда он начинал петь даже самую простую фразу, это было просто до гусиной кожи. Многие учились у него. Наблюдал за техникой маэстро Иппаата Бурчуладзе. Для него Поворотти не только великий тенор, но и хороший друг. Он был потрясающим не только певцом, но и человеком в первую очередь. Это мне восхищалось все, что он умел дружить не только с королевской семьей, как обычно его уровень такой, что его принимали на такие ОМОН. Он любил общаться с собожниками, с цирюльниками. Особенно яркой была дружба Поворотти с Пласида Доминго и Хосе Кареросом. Их проект «Три тенора» был революцией. Артисты вынесли оперу на улицу, к людям. Они пели на стадионах и площадях. Авантюрист Поворотти смешал оперу с поп-музыкой. Элтон Джон, Селин Дион, Мэрайя Кэрри выступали на его благодворительных концертах. Собранные средства маэстро перечислял беженцам и Красному Кресту. Не раз приезжал по вороте и в Москву. Он выступал в Большом театре и на Красной площади. Виолончелист Александр Готгельф играл с маэстро в 99-м году. Говорит, певец мог и похулиганить. Я протянул ему фломастер, протянул книгу. Я говорю, маэстро, пор фавор, я не помню, что я говорил, говорил ли вообще. Он взял мой фломастер, взял книгу. И вот таким движением это было имя, а это была фамилия. Луча на повороте прожил на сцене больше 40 лет. Свой последний концерт он дал в 2006 году в Турине на церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Через год тенор умер от рака. Екатерина Макарова и Светлана Булдыгина, МИР24 Какой счастливый случай сделал великим мальчика из «Поющей пекарни» узнаем прямо сейчас. Лучано Поворотти, самый знаменитый тенор 20 века. Король верхнего до. Чтобы услышать сладкий и жаркий голос Италии, собирались в стадионы. Занавес после одного из спектаклей в Метрополитен Опера поднимался 160 раз. Этот случай был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Но ведь не каждому поклоннику известно, какой ценой Лучано дался такой успех. И ведь его целеустремленность появилась только благодаря счастливому случаю, маленькому событию, которое изменило когда-то все. Чтобы быть великим тенором, недостаточно иметь хороший и сильный голос. Нужно иметь стержень, характер, чтобы преодолеть все, выйти перед аудиторией и сказать «Вот я, я готов петь для вас и сделаю это». В детстве его взлета ничто не предвещало. Лучано Поворотти появился на свет в итальянской провинции Эмилия Романья. Его отец Фернандо работал обычным пекарем и неплохо пел. Я просто не мог не полюбить классическую музыку и оперу. Ведь мой отец был тенором. Он пел дома при каждом удобном случае. Когда мне было три или четыре, я просто стал подражать ему. После школы мальчик бежал в пекарню помогать отцу. Они работали и пели часами. В родном городке их так и прозвали – «поющие пекари». Посмотреть на это представление сбегалась вся округа. У мальчика была явная склонность к музыке, слух от природы и легкая обучаемость. Его героями были неизвестные футболисты или киноактеры, а певцы – Каруза, Скипа, Джилии. Видео влечение сына отец Фернандо отдал мальчика в местный хор. Меня пленил мир музыки. Хор по воскресеньям и наставления отца сделали свое дело. Я понял, что хочу стать не просто знаменитым, а великим тенором. Мечты мечтами, но без труда и хорошего педагога по вокалу даже у самого талантливого ребенка мало что получится. Самым лучшим преподавателем в городе был тенор Ориго Поло. Семья Повороте, конечно, не могла позволить себе профессионального преподавателя вокала. Поэтому Лучано самому пришлось работать сразу в нескольких местах. Он устроился страховым агентом, а также учителем физкультуры младших классов в местной школе. Все, что зарабатывал, тратил на учебу. Как одержимый он отдавал всего себя искусству. Внешний мир словно перестал существовать. Помню, когда я только начинал, в шесть месяцев я только и повторял И, О, А, Э, чтобы разработать связки. Мой голос был немного зажат. Перспективного и уверенного в себе парня замечают и приглашают в самый знаменитый хор Италии имени Россини. И сразу успех коллектив побеждает на престижном конкурсе в Лондоне. Лучано перебирается в Рим. Карьера идет вверх. Не за горами и сольные выступления. Его приглашают на прослушивание в римскую оперу. Однако судьба делает резкий поворот. Как это иногда бывает в жизни, после резкого взлета его ожидало болезненное падение. С поворотом случается самый страшный кошмар любого певца. Диагноз доктора звучит как приговор. У молодого человека ларингиты. Заболевание прогрессирует. Он полностью теряет голос. Врачи уверены, что Лучано больше никогда не сможет выступать. Он приходит к знаменитой римской опере, на сцене которой он так мечтал оказаться. И навсегда прощается с ней. Попытки петь снова оборачиваются настоящим фиаско. Он просто не вытягивал ноты. Звучало это примерно так. Молодому певцу, так и не заявившему о себе на все сто, приходится покинуть сцену. Это был сильнейший удар. Парень перебивается случайными заработками. Пытается забыть сцену. Однако именно в этот момент судьба дает ему новый шанс. Лучано замечает, что больше не испытывает дискомфорт, связанный с болезнью. Врач подтверждает догадки. Утолчение связок исчезло чудесным образом. А голос тенора приобрел новые краски и глубину. Он принимает решение вернуться на сцену после годичного перерыва. Как правило, одно счастливое событие тянет за собой другое. Капризная фортуна словно вознаграждает его за упорство и труд. На сцене легендарной оперы «Ласкало» в Милане происходит ключевое событие в жизни певца. Здесь ставят оперу Деницетти «Дочь полка». И партию Тони сначала должен был исполнять совсем другой артист. Поворотти был лишь на замене. Однако в историю вмешивается счастливый случай. В последний момент утверждают именно Поворотти. Он поражает публику. Поворотти поставил тогда своеобразный рекорд. Спел подряд девять высоких нот до на полной мощности голоса с безупречной легкостью. Сенсационное выступление навсегда изменило творческую биографию Поворотти. С новой звездой оперного «Небосклона» заключил контракт импресарио Герберт Бреслин, который занялся продвижением тенора в лучших театрах мира. Всю последующую карьеру Поворотти можно описать как сказочный успех. Его мечта сбылась. Теперь он в одном ряду с кумирами детства, величайшими тенорами 20-го столетия. Но помимо сцены у него, как истинного итальянца, было еще две страсти. Футбол, из-за которого он мог перенести или вовсе отменить концерт, если тот совпадал с важным матчем. И еда. Обед для Поворотти – это кульминация дня. Три вторых, обязательно паста, четыре десерта. Он обожал сладкие булочки по рецепту отца пекаря. В Поворотти был дважды женат, а двух браков у него было четверо детей, все дочери. Маэстро до последних дней говорил, что совершенно счастлив, ведь всю жизнь занимался любимым делом изо дня в день. Таким же, повторял он, может стать любой из нас. У каждого в жизни был или будет момент, который можно назвать счастливым случаем. Главное, верить в него и никогда не опускать руки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok